Почему большевикам пришлось вернуться к консерватизму спустя время? На эту тему есть одна очень интересная история. И в принципе, наверное, нужно признать, что она правильная, потому что подтверждается историческим опытом. Опираться мы будем на историю СССР. Точнее, на те молодые годы большевистского государства, когда оно ещё не устаканилось. Ещё будем опираться на Герцена, который, кажется, первым чётко сформулировал главную идею этого видео. Большевики, безусловно, были либералами. Не знаю, насколько обстоятельно нужно это доказывать, но пройдёмся по этой теме. Революционные настроения зарождались в студенческих кружках среди людей умных и зачастую состоятельных. Иногда наталкиваюсь на стерятие по том, что, дескать, рабочие и крестьяне устроили революцию. Они в ней активно участвовали, это да, но не они были зачинщиками. Впрочем, к рабочим это относится меньше. По некоторым данным, около 85% населения дореволюционной России это были крестьяне. Откуда появились рабочие? Из крестьянства. Уходили из деревень, приходили на заводы, осваивали технику. И это уже было прогрессивно. И вот о чём. Взять двух людей. Крестьянина и бывшего крестьянина, который нашёл в себе силы поискать счастье в городе. Кто прогрессивнее? Конечно же, второй. Он смелее и активнее. Он уже доказал, что может сорваться с места и изменить свою жизнь. А крестьянин, который веками ничего не меняет, он консерватор. У студентов, наверное, другое. Они тоже уезжали из родных домов, жили в крупных городах. Но здесь ещё и дело в юношеском максимализме, в романтизме. Это потом уже мальчики и девочки выросли, а за их плечами было столько, что обратная дорога уже была закрыта. Да и никто и не хотел возвращаться. У большевиков было всё по-новому. Власть советам, а не царю и даже не парламенту. Землю крестьянам, а не помещикам. Заводы рабочим, а не промышленникам. Женщин всем. Что касается женщин, самая наглядная история. Ведь семья изначально рассматривалась как пережиток. Якобы дамам нужно было дать свободу. А некоторые большевики писали, что женщины должны быть общественным достоянием. Чистейший либерализм. Большевицкий консерватизм, он объективен. Он не мог не наступить. В чём же он выражался? Если взять семейную сферу, то в том, что потом семью провозгласили ячейкой общества. Дошло всё же до них, что в семье рождаются и воспитываются дети. И если семья коммунистическая, то всё будет в порядке. Я не буду здесь рассматривать случаи, когда дети идут далеко не в родителей. В целом, теория стройная. Вышло то, что большевики пришли к власти с одними идеями, но вернулись к тому, что было в Российской империи. Ведь там к браку относились строго. Были внебрачные дети, но это отдельная история, которую рассматривать в рамках этого видео нет смысла. Факт в том, что консерватизм победил. Почему так произошло? А здесь мы вернёмся к упомянутым Герцену и Ленину. Герцен писал о том, что при приходе либералов к власти, они всё отрицают из прошлого. И это естественно. Но потом, проще говоря, происходит откат. Система устаканивается. Владимир Ленин пошёл дальше. Он вспомнил первых христиан, которые были свободными, были революционерами. И это Ленин в них одобрял. Странная вещь. Ульянов говорит хорошо о христианах. Это имело место и задокументировано. Смысл заострять на этом внимании только один. Ленин видел в первых христианах революционеров. Они таковыми и были, потому что отрицали всё, что было в прошлом. А потом, когда христианство стало официальной религией в Европе, тогда уже революционерами стали еретики и разные общества, где католицизм трактовали по-своему. Да и в России были раскольники. То есть, если на примере христиан они подвергались гонениям, они терпели, они проповедовали. Где-то крестили, используя мечи. А потом, когда удалось занять положение господствующее, христиане успокоились и начали делать то же самое, что совершали их предшественники. Преследовать неверных. То же самое получилось и с большевиками. Во многих сферах. Начиная от семьи, заканчивая машиной государственного принуждения и репрессий. Царская охранка – это дети. Имперские суды – смех. Они Сталина отправили в ссылку, где тот довольно вольготно жил. А сам Иосиф Виссарионович со своими врагами разобрался куда серьёзнее. Конечно, здесь дело не только в либерализме и откату к консерватизму. Нужно не смотреть туннельно. Необходимо смотреть шире. Но и это объективное правило, о котором идёт речь, тоже сыграло свою роль. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал «Загадки истории» и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.